В Кронштадте сегодня пришвартовался адмирал Владимирский экипаж океанографического исследовательского судна Балтийского флота вернулся из кругосветного путешествия. За это время была проведена огромная научная работа и даже установлен рекорд дальности. Вадим Федосеев встречал исследователей. В свои 42 года адмирал Владимирский совершил настоящий подвиг. Впервые проплыл в 42,5 тысячи миль. Наконец, после полугодовой экспедиции судно возвращается домой. К причалу подходит медленно, будто даже неохотно, чего точно не скажешь об экипаже, ведь на берегу их ждали. Я сына встречаю. Он первый раз был в кругосветке, вообще первый раз в море вышел. Так что я очень жду его с нетерпением полгода. Это, конечно, большой срок для меня, как для мамы. Самый лучший повар на Балтийском флоте – это наша бабушка Зина. Ждали очень долго, все внуки скучали, переживали. Любим, ждем. Приветствуют экспедицию и командование Балтийского флота. Экипаж отчитывается. Все поставленные задачи выполнены. Проведено свыше тысячи метеоисследований, в том числе съемка рельефа дна. По результатам проведенной работы внесены корректировки в морские навигационные карты. Также организована работа 280 гидрологических станций. Самые неисследованные уголки Земли – это все-таки то, что находится под поверхностью океана. И системные изучения Индийского океана, в частности, начались в 60-е годы. В этом году программа ЮНЕСКО была разработана и выполнена полностью. И она называлась «Первая экспедиция». Сейчас работает вторая экспедиция. И по этой программе Россия – это очень достойное место для участия. Во время экспедиции адмирал Владимирский не раз попадал в опасные ситуации. В районе острова Маврики корабль уклонялся от тропического тайфуна Нуре, вернее, Доре, которого скорость ветра была 50 метров в секунду, волна 16 метров. Но это для нас обычное дело. Мы знаем и рассчитываем центр его перемещения и стараемся туда не попадать. Личный состав проявил хорошие мореходные качества. Во время похода экипаж побывал не только в привычных русскому туристу Италии и Кипре, но и в таких экзотических местах, как Бангладеш, Маврикий и Сейшельские острова. Вообще на счету исследовательского судна уже две кругосветки и несколько рейсов до Антарктиды. Эта экспедиция для судна адмирал Владимирский как не первая, так, конечно, и не последняя. Сейчас корабль отправится на модернизацию для улучшения технических характеристик, а уже в октябре следующего года отправится в новую экспедицию в Антарктиду. Вадим Федосеев, Вячеслав Поповцев, Сергей Клюкин, телеканал Санкт-Петербург.